Ненецкая школа имени Пырерки к новому учебному году полностью готова. К такому выводу пришли члены рабочей группы, в составе которой сотрудники прокуратуры Ненецкого округа, член Совета Федерации, региональные уполномоченные по правам ребенка и представители окружных департаментов образования, культуры и спорта, здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Накануне они проинспектировали учебное заведение. Подробности далее. Безопасность учащихся, состояние учебных кабинетов и бытовые условия в интернате – основная цель проверки. Летом в школе провели косметические ремонты, в спортзале, на лыжной базе, в столовой учебных классов, в кабинете ненецкого языка установили лингофонное оборудование. Все ребятки учат желанием, понимают, по заявлениям родителей. А сколько таких? В четвертом классе. В примерном классе? В каждом классе, например, человек 9-11 есть. В интернате школы постоянно проживают 115 ребят из села округа, ученики 5-11 классов. Летом в их спальнях также был проведен ремонт. Кроме того, обновлена столовая. В этом году очень много у нас закуплено для столовой, оборудование закуплено для столовой, закуплено огнетушителей. Спонсорскими средствами мы приобрели лингвистический ненецкий кабинет, который сейчас оснащается на 14 учебных мест и включая рабочее место учителя. Закуплены учебники, пособия закуплены, закуплены все рабочие тетради. Поэтому на сегодняшний день все вопросы, которые освещаются в департаменте, получаем финансирование. В принципе, вопросы все решаются. На особом контроле безопасность школьников, согласно изменениям в законодательстве, все учебные заведения региона должны быть оборудованы средствами антитеррористической защиты. Мы проверили сегодня, как у нас оборудована данная школа средствами защиты в соответствии с требованиями законодательства. Школа закрыта, имеется заключен договор с охранным предприятием, имеется кромко-тревожная сигнализация. Будет закуплено оборудование по контролю доступа учащихся и посторонних лиц в данную школу. Так что будем держать на контроле. Ненецкая школа всегда на особом контроле, потому что здесь не только учатся, но и живут школьники со всего округа. Конечно же, мы посмотрели, какие созданы условия для детей-сирот в соответствии с 481-м постановлением. Конечно же, мы посмотрели и учебные классы, посмотрели, какие созданы условия для детей, которые приехали из сел. В принципе, созданы комфортные условия и для учебы, и для жизни для этих детей. Есть, конечно, определенные замечания, я думаю, что они будут все учтены. Грубых нарушений в ходе проверки комиссия не выявила. Напротив, отметила, что Ненецкая школа с каждым годом улучшает состояние материально-технической базы, что положительно сказывается на комфорте обучающихся. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север.